Привет, друзья! Это я, ну, вот мои костыли, пока не могу дойти до второго этажа. Егоров, точнее, я это Егоров. И сейчас покажу, что у меня с коленом, а завтра обязательно расскажу, если усну и проснусь в нормальном состоянии, чтобы дойти до больницы, как там все будут, процедуры различные происходить. Сейчас покажу, что у меня с коленом. А потом уже перейдем к интервью Германа и Нича, ведь он вернулся в МКАЛ. Вы думаете, я закончу снимать контент? Нет. И она здоровая, а вот эту колену нездоровая. Разница небольшая есть. Она заметна. Да-да-да, она заметна. Ну, вы сами понимаете, что она заметна. Ну, а теперь к итогам матча Амкала и матч ТВ от Германа и Нича. Во-первых, вернулся ли Нича в МКАЛ и что с Амкалом будет дальше. Пишите, кстати, обязательно в комментариях, интересно ли вам, чтобы я вам полностью рассказывал, как проходит реабилитация после травмы, какие там, что я предпринимаю, какие процедуры со мной проводят, нужен ли вам такой контент. Ну, а мы переходим туда. А мы пиво идем сейчас? Не, я уже никуда не иду. Я иду, это уже не то. А как ты вообще, как тебя позвали скомментировать Амкала? Ну, слушай, не знаю. Герман написал, мне было очень приятно. Ну, в целом, историческая жопа такая прям. Историческая херня, говорю. Я жопу сказал. Очень клево. Очень хочется закрепиться, потому что это как раз та позиция, о которой я всегда мечтал. Я говорю, потому что он меня достал в поле, блядь, старался, да. А тут просто голос Амкала, понимаешь? Я говорю, Игорь Кириллов Амкала. То есть ты готов вернуться в Амкал, как его голос? Ну, да. Мне еще и Герман заплатил вроде, он говорит, я тебя заплатил. Серьезно? Он мне не сказал, я даже не спрашивал. Я даже был готов бесплатно, но он сразу сказал, у тебя будет... Так тебе премки за победу просто должны прилетать. Нет, это не Амкала. Нет. Это не я делал. Ну, ты толча, короче, Артем. А что там это? Ну, ладно, давай, Артем. Интервью уже пошло. Да нет, ну какое интервью? Мне нужно было узнать. С первого раза мы шатали меня. Так, надо этого, Германа Классического позвать. Гер, ну первая трансляция. Ты знаешь, сколько было на Питере? 66 тысяч. На что ты рассчитывал, что получил? Ну, я охуел от цифры, я пока еще не могу нормально осознать, но я был в шоке от того, что Мэш ТВ перерыли. Сидит, дипусок. Обсуждали, что это... А они такие, 40 тысяч. Как обидно было. Я просто ждал, что меня поднесли. И я как бы оправдал. Прикинь, мы раньше Егора сказали об этом. Мы на оп, но взрослый адзик. Зато Димон реально теперь может выкладывать. Одновременно смач. Остаешься же? Пописал тартой? Ну что, мы в Питере сказали, что на этой неделе подписываемся. Класс. Поэтому... Да нет, ну типа, трансляция все классно. Не классно только с твоим коленом. Я не знаю, подстраивается корпусом под мячи. Все с твоим коленом. Нет, а ты им сказал же, что постановлено? Ну вот так, колено, чуть сложилось. Потому что мы по постанову играли. 3-1 типа не боялись, потом 3-3. Ну, получилось, как вы только реально постановили. Ну, типа, реально по тому, как это выглядело. Ну, не, все очень круто, классно. Меня беспокоит пока тут твоя нога. По... Непосредственно... Если говорить по игре, что понравилось, что мне... Как там заебует облакал? Я в акере, если честно. Потому что у меня до этого, из-за того, что я подскальзывался, я дважды не принял вообще, типа, пустой мячик. Никто мне не мешал. А после этого получилось отнести несколько человек, и считая Гатагова. Я такой, вау. Зам вахну было, честно. Ну, нет, круто. Я очень рад. И запущу миллион тиктоков и сторис об этом. Как я Гатагова за майки убрал. Ну, очень классно, что мы отыграли. За второй тайм мы прям сильнее играли. То есть даже в финальте... Ну, типа, мы заслуженно выиграли. По-хорошему мы должны были и могли еще и с игры 4-ой закидывать. Почему ты решил подписать все-таки, когда окончательно все сложилось? Слушай, ну, мы с ним в целом общались еще до матча. Ну, то есть, типа, просто очень-очень много всего накладывается. И из-за того, что мы очень много с организаторской штуки занимались, мы просто не забывали это сделать. У нас были какие-то там разногласия по поводу... Ну, там, где-то он мне доверял, будет еще что-то. Где-то я еще брал паузу для того, чтобы подумать. В один момент он думал, в другой момент я думал. Но в конечном итоге мы вот-вот подумали и решили, что там вместе. Пока что-то кайфит. Поэтому, как минимум, до Нового года. Рихану точно с нами. Он еле летит в Узбекистан, летит в Узбекистан. Вопрос по мне. Ну, смотри, скорее всего, я выбываю минимум на полгода. Минимум. Ну, естественно, через полгода я тоже буду не в очень нормальных футбольных позициях. Что... Такой вопрос. Что будет дальше, типа, с Егором? На самом деле, ну, типа, понятно, что... Мне хочется, чтобы ты психологически не сломался. Мы тебя лечим. Мы переподписываемся на следующий год. Мы тебя готовим. И у тебя появляется роль вот этого человека, который заебывал тебя всем. И еще и возможность на трансляциях выкладывать еще и свои видосы быстро. Поэтому... И в челленджер. На Узбекистан. Ну, я думаю, что... Я думаю, что может быть и раньше. Потому что у нас сейчас планируется много контента под второй канал из разговорных. И ты там очень приготавливаешь. Но тебе у меня большие планы. Не только на ноги. Я еще и твой язык люблю. Поэтому звучит как-то двусмыслено, блядь. Извините. Я в смысле то, как Дима разговаривает, мыслит и умеет создавать контент. Поэтому я думаю, что мы точно зайдем тебе роль. Короче, главное, что ты морально не ломался. Я тебе уверяю, что ты еще выйдешь с рамковой и забьешь. Да, это будет не в ближайшее время. Но у нас большие планы. И до поездки в Катар, на чемпионат мира, есть большой... Еще год. Поэтому у тебя есть все. Главное, блядь, не поступи как Димка Шнягин. Не форсируй. А до конца мы лечимся. Все правильно. Все восстанавливаемся. И готовимся к тому, чтобы... Выезды в Узбекистан. В Узбекистан, что там будет примерно? Выезд в Узбекистан. Мы летим в Ташкент. У нас там игра с молодежкой протоклора. Естественно, постараемся и там трансляцию сделать. И затем летим в Казахстан. В Казахстане играем против SD Family. Команда... Это частный клуб, а-ля как у нас Красава. Вот у них там первый частный клуб в Казахстане. Ребята подтягивают блогеров на наш матч. То есть будет Ирина Кайратовна играть. Будут еще ребята известные играть. Они уже там потихонечку представляют. Короче, это самая вот такая типа медийно активная команда. Поэтому... Они просто... Они там делают стадион для нас и столовую арену. На которой плюс 18, плюс 20. Даже несмотря на там минусовую погоду в городе. Поэтому должно быть круто. Ну и зрители, конечно. В Казахстане нас очень много. Ты думаешь, там 20-30 тысяч дадут? Ну, очень бы хотелось. Ну, типа... Короче, больше 10 тысяч, и мы будем все сейчас его... Проси у него в интервью. Брюкс идет сейчас пить пиво? Брюкс идет пить пиво? Ну, хочется, да, Семочка. Сейчас я быстро... Но не пойдет. Да пойду, Семочка, пойду. Сейчас я быстро отвезу. Это историческая хуйня. Включаю теперь комментаторам Кала официальное возвращение. Я очень хочу, чтобы это так было. Мне безумно понравилось. Я читаю комментарии. И, кстати, не только Тему, еще и моего тезку. Комментатор Германа тоже круто принял. Я бы очень хотел Тему и Германа налять на постоянную основу, чтобы они... По-моему, у них круто получается. Всем респект. Всем пока. Увидимся. Всем колени. Буду, наверное, вам показывать, что со мной дальше будет происходить. Да, ну, кстати, через эту призму очень важно для многих молодых чуваков, кто ломается, чтобы показать, как заниматься. Там уж больше, чем я, не ломался никто. Пока. Да все с ним будет нормально. Слушай, хуй. Бьем, бьем. Брыгаем с тобой, боблеем на друга. Бухать, бухать. Мне Рикенов рот дал. Бухать. Продолжение следует...